Белая Трость 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 Совсем недавно стали помогать соцсетями. Увы, у нас с этим учебным большая проблема, мы не можем самостоятельно это сделать. В остальном у нас только три инструктора. Я полностью невидящая, но я больше инструктор. Я провожу курсы и мастер-классы по информированию людей, как общаться со слепыми, как их сопровождать. Наталья Мухина, она непосредственно инструктор по пространственной ориентации с белой тростью. И есть еще у нас один инструктор Елена Кушнер, ее сегодня нет. Она тоже инструктор по пространственной ориентации. Но в принципе, девочки меня поддерживают, когда бывают мастер-классы, курсы такие. Мы взаимодополняем друг друга. Если кто-то не может, то другой заменяет. Вот таким вот образом у нас происходит. Увы, но пока у нас нет других. Вы говорите увы, то есть в принципе такие специалисты вам необходимы? Очень необходимы. Нам просто из-за того, что у нас очень такие большие ограничения по зрению, нам необходимо найти двоих людей, которым все-таки зрение намного лучше или даже вообще зрячее. Абсолютно зрячее. Да, которых мы готовы будем тоже выигрывать грант, если что, обучать, и чтобы они нам помогали. Потому что при обучении слепого человека необходимо всегда два инструктора. Это один с ограничением по зрению, другой с хорошим зрением. Потому что маршруты надо изучить вначале. Никогда тотальник или с ослабленным зрением не сможет самостоятельно изучить маршрут, пока его там не проведут. И, конечно, обучаем мы непосредственно по месту жительства и те маршруты, которые хотят знать люди. Потому что это очень важно. Сейчас вопрос к Наталье. Когда узнали, что открывается такая школа, школа «Белая трость», какова была ваша реакция? И как вообще попали туда, как узнали? Нам интересны подробности. Где-то больше года назад я познакомилась с сыном. Одно время мы с ней ходили в театральный кружок. Там ближе познакомились, и там я узнала о проекте, о данном. Но сразу мне стала интересна сама идея помогать людям и быть полезными. То есть вы сразу поняли, что отучитесь именно на инструктора? Ну, не сразу. Сначала я прошла реабилитацию просто по пространственной ориентации. Но потом, когда Инна предложила поддержать и присоединиться к проекту, я всецело была, согласилась и подхватила эту идею. И в центре реабилитации получила знания, которые позволяют мне работать инструктором. Мы сейчас буквально чуточку позже поговорим, безусловно, о программе «Школа Белая Трость». Сейчас вопрос к Игнату. Игната, как ты такой юный парень? Как ты стал частью команды «Школы Белая Трость?»? Расскажи. Ну, получается, осенью в конце октября проходила у молодежного ресурсного центра «Школа волонтеров», на который созывали подростков, как я, и, может быть, даже старше. И как раз-таки, когда проходил последний урок в данной «Школе волонтеров», на данный урок пришли как раз-таки Инна и Наталья. Они провели у нас курс. Ты заинтересовался? Да, я был заинтересован. Они приглашали нас для помощи соцсетями. И вот, мне это заинтересовало, я захотел. Я думаю, это такая большая находка, да, наверное, Игнат для «Школы Белая Трость?» Да, он нам очень помогает, он нас сопровождает. Когда мы его просим, никогда не отказывается. Причем у нас, кроме Игната, еще есть три волонтера, это девочки. Они чуть-чуть постарше Игната, сегодня они не присутствуют. Но они тоже нам помогают в соцсетях, так как у нас их четыре. И каждый берет на себя ответственность, вот какую-то одну ведет. Также вот там же с ними познакомились, их тоже заинтересовало. А, очень интересно, что столь юные, да? Да, это действительно мы не ожидали просто, не ожидали. И была для нас очень радостная такая новость. Я думаю, это вас вдохновляет, правда? Очень, потому что на самом деле они нам, мы когда познакомились, как раз проходил «Щедрый вторник», наверняка вы слышали. Безусловно, известная очень акция. И как раз мы перед ней, и они нам помогали устроить этот «Щедрый вторник». Мы проводили тоже мастер-классы во время, плюс мы говорили на экран, почему мы делаем добрые дела и занимаемся вот таким добровольческим. И надеюсь, мы многим помогли. Правда, вот сами, увы, у нас не получилось собрать финансирование на свой проект, но другим мы точно знаем, что мы помогли, и они получили. Я думаю, что стоит сейчас как раз остановиться чуть подробнее на программе школы и рассказать, может быть, тем, кто захочет присоединиться и просто не знает, что есть такой проект в городе, я сейчас говорю не только про незрячих и слабовидящих людей, но и в том числе про зрячих людей, которые очень необходимы вам как помощники в школе «Белая трость». Инна, вот у вас в руках сейчас как раз трости находятся. Расскажите немного, почему, собственно, «Белая трость» и с чего все начинается. Ну, изначально «Белая трость», ну, у меня, честно говоря, она серебристого цвета, как мне говорят, но цвет белый — это для того, чтобы ее было далеко видно, да, если едут машины или что-то. Почему «Белая трость»? Ну, это тот инструмент, с помощью которого невидящий человек или имеющий ограничения по зрению передвигается самостоятельно. Это щуп, да, которым можно нащупать какой-то ориентир, ну, ориентир может быть что угодно, люк, бордюринка, дерево, например, да, скамеечка, и за счет трости ты не натыкаешься, проходишь мимо. То есть тебе создает, ну, больше комфорт, наверное, при передвижении. Поэтому мы школу назвали, потому что у нас основная цель — это именно пространственная ориентация для слепых. То есть «Белая трость», то, что дает им эту ориентацию, мы так и назвали. Ну, конечно, мы занимаемся не только этим, у нас, говорю, помимо, бывают мастер-классы и курсы по информированию, да, людей обычных. И плюс мы также занимаемся доступной средой для слепых. То есть мы бываем в разных организациях, учреждениях, магазинах, везде-везде. И смотрим, насколько доступная среда доступна для слепых. И даем свои рекомендации, что стоило бы исправить или изменить. Можно сказать, консультируйте. Да, но помимо этого, вот я сейчас занимаюсь программой индивидуальной реабилитации. И вот наш президент Владимир Владимирович дал возможность исправить программу индивидуальной реабилитации для слепых. И я составляю дополнения, которые необходимо просто нести, они нам нужны. И изменения, которые тоже нужны, потому что выстрастями иногда бывают казусы при получении в фонде социального страхования. Вот как раз вы заговорили о программах. Мне бы хотелось узнать подробнее о программе «Школы Белая трость». Я знаю, что это ваша авторская программа. Да, это моя программа. Я ее, честно говоря, в течение, наверное, 7 месяцев составляла. Почему? Потому что пришлось изучать проблематику, что и как. Поначалу я думала, что там прямо, ну, надо научиться с тростью и все. Нет, оказалось не так просто, и очень было много нюансов. Суть программы такова, что людей, имеющих ограничения по зрению или тотально слепых, обучают по месту жительства, особенно тотально слепых. Это делают два инструктора, которые неоднократно с ними ходят по маршруту, показывают ориентиры. И человек со временем начинает по этому маршруту ходить самостоятельно, и тот же тотально слепой, то есть не видящий полностью. Те же, кто имеет все-таки ограничения по зрению, им тоже сложно, им тоже надо обучать, но у них обучение проходит чуть-чуть полегче и быстрее. Но в любом случае это надо обучать, именно непосредственно провести по маршруту, чтобы инструктор обучил, показал, и после этого человек начинает самостоятельно ходить. Но у нас это не останавливается на одном курсе, то есть мы понимаем, что слепой человек, он за один раз может там 3-5 маршрутов изучить, да, с учетом нашей, скажем, как у нас в городе, какие улочки, дороги, сопочки. Чем ларшаб сложный в Востоке, конечно. Конечно, да. Поэтому мы на самом деле после, если человек изъявляет желание, может обучиться еще другим маршрутам. У нас это не воспрещено, это мы даже за, потому что понимаем, чем больше будет знать, тем более самостоятельным будет. И у нас мы обучаем не только членов ВОЗ, но и тех людей, которые не состоят в обществе слепых, но имеют ограничение по зрению. То есть мы рады всем, всем, кому это необходимо. Плюс также родственников таких людей, потому что возникает проблематика в понимании, как с ними общаться, что надо. То есть мы рады тут помочь во всем. Программа действительно достаточно масштабная, обширная, но все начиналось со школы, да, и постепенно, я так понимаю, она развивается. Да, да, она развивается, мы растем, мы дополняем новые курсы, мы сотрудничаем с новыми людьми. Вот у нас уже есть не одно поступление и от картины галереи предложения, и с ДВФУ предложения, и с музеями. Будем, надеемся, скоро с Артемовской школой еще сотрудничать. Вот есть мысли об одном проекте совместном для детишек, которые имеют ограничения. Вот поэтому мы всегда ждем и рады, в общем-то, сотрудничать, если это на пользу для таких людей, которые имеют ограничения. Давайте, чтобы наши телезрители имели все-таки чуть большее представление о том, что это могут быть за проекты. Вот замечательный, как раз вы упомянули, картинную галерею. Буквально недавно он открылся. Это картины, которые могут пощупать люди незрячие, люди с проблемами со зрением. Расскажите немного о нем. Я как раз знаю, что вы детишек привозили из Артема туда. Ну, на самом деле, это действительно очень такой важный проект, потому что до этого не было возможности у любого человека понять полностью полноту картины и полотна. Рассказ, конечно, рассказ, да, описывали, краски. Но когда ты совмещаешь, вот щупаешь, чувствуешь, где рукав, где бусы, где чепчик, лицо, уши, да, человека, ну или там животное, например, и плюс тебе еще это описали, в красках рассказали, то это сложно передать, какие ощущения именно у человека, который имеет ограничения по зрению или совсем слепого. Это совсем другие. Он имеет полную картину практически вот данной полотна. Но я честно скажу, это будет интересно всем. Это полезно и зря, чем люди, безусловно. Причем, я думаю, даже таким образом можно детишек маленьких тоже приучить к миру искусства, потому что они могут пощупать картины. Ведь так нельзя, не разрешают, а тут можно. Мне кажется, это еще и здорово для тех людей, чтобы, да, может быть, которые захотят присоединиться в том числе к школе «Белая трость» и помочь понять, как видят люди, которые не видят. Правда же? Да, это бесспорно. То есть вы же тоже, у вас свое восприятие абсолютно мира, и это очень интересно. Наталья, я знаю, что ты хотите сказать. Да, я хочу немножко дополнить. Как раз мы на наших мастер-классах помогаем, ну не то, что помогаем, а просим всех желающих, у кого есть желание помочь, приобщиться к миру незрячих. То есть вот даже такой отдельный проект есть, да, получается? Есть, да. И это, мне кажется, было бы полезным, правда? Конечно. Каждому. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор. Инна, я думаю, следующий вопрос будет также адресован вам. Мне бы хотелось поговорить о тех новшествах, да, о тех, может быть, даже законах, которые сегодня принимаются и которые способствуют улучшению качества жизни слепых и слабовидящих людей. Вот, например, я знаю, что на уровне края недавно был принят закон, да, если я правильно описываю ситуацию. Расскажите нам об этом. Да. Это, наверное, тоже чудо очень большое, потому что я очень долго билась, спорила, просила. Это такое средство реабилитации, глюкометр с речевым выходом и тест-полосками для него, для людей, имеющих сахарный диабет. Потому что все-таки около 75% людей с ограничениями по зрению и слепых – это люди, которые болеют диабетом. Это основная причина, кстати, потери зрения. И, конечно, нужны просто такие средства, чтобы они могли самостоятельно вовремя проверить сахар крови и не погибнуть, просто не погибнуть. Закон, в общем-то, существует еще с 96-го года, в соответствии с которым должны все диабетики снабжаться глюкометрами, тест-полосками к нему. Но почему-то вот он у нас не отрабатывал в Приморском крае вообще никак. Поэтому пришлось добиваться еще и специальных глюкометров с звуковым речевым выходом. Но на самом деле это очень маленькая капля тех средств реабилитации, которые нужны слепым людям, имеющим ограничения. Потому что элементарно нужен диктофон с речевым выходом, желательно беспроводные такие маленькие наушники. С тростями возникает очень большая проблема. Например, закупается ФСС только одной длины, метр тридцать. Но в зависимости от роста человека должна быть трость и под его рост. Иначе тогда будет болеть рука, это травматизм. Кисти руки, в итоге, в общем-то, человек не сможет передвигаться так же самостоятельно, просто из-за травмы кисти. Это часы со звуковым выходом. Я могу даже показать. У меня есть такие простенькие. Они озвучивают. Но мы зато можем понять, сколько времени мы нищим, кого-то не просим. То есть мы становимся более самостоятельными и независимыми от других людей. И, наверное, с ними нам за счет этого тоже проще общаться. С кухней обстоят дело тоже очень тяжело, потому что, когда касается печки, тут нужно засекать время. И вот очень нужны были бы таймеры с звуковым речевым выходом, чтобы мы могли самостоятельно курочку пожарить, картошечку пожарить, не спалить, еще что-то. Поверьте, мы адаптируемся ко многому самостоятельно. Ну и самая, наверное, очень-очень большая проблема это социальные такси, которые для слепого человека просто необходимы. Это, поверьте, не вижу скош. Это именно средства реабилитации, социализации слепого человека. Потому что пойти в поликлинику, если некому тебе довезти, ты иногда и сам не можешь. То есть надо хотя бы на такси доехать. Пойти в органы полиции, еще куда-то добраться. А зимой, представляете, когда лед, снега, самостоятельно с тростью передвигаться очень тяжело. Тут только такси. В незнакомые места слепому, тем более только социальные такси. И в принципе это решить можно, потому что ежегодно выделяется с федерального бюджета в рамках доступной среды, до федеральной целевой программы, деньги. Ну там для начала нужно, ну чтобы только-только начать эту работу, там нужно не сильно много, может 3 миллиона всего. Ну из 69 миллионов, 3 миллиона можно выделить для начала. Действительно, если задуматься, то сколько всего в жизни должно быть как-то адаптировано, чтобы вам было проще? Очень много. Это огромный список. Мне кажется, одной программы не хватит, чтобы перечислить всех сфер, которые необходимо адаптировать для слепых и слабовидящих людей. И конечно, очень хотелось бы, чтобы ваш проект разбивался и продолжал реализовываться в том числе. Но для этого, конечно, нужно принимать решения, в первую очередь, мне кажется, на более высоком уровне. Да, да, увы, мы можем подсказать, мы рады подсказать, что надо. Пусть приглашают, мы подскажем. Главное, чтобы это реализовалось. И нам будет гораздо проще. И мы будем полными, полноценными членами общества. И поверьте, нам надо дать маленькую возможность, стимул к дальнейшей жизни и желанию жить. Вот это появится, и вы увидите очень много людей с ограничением по зрению на улице, с белыми тростями. Тем не менее, при всем, при том, при всех сложностях, с которыми сталкиваетесь, и финансовые сложности, отсутствие кадров, вы продолжаете делать очень многое. И в том числе, это, например, профориентация для людей незрячих и слабовидящих. Давайте чуть подробнее на этом моменте остановимся. Я знаю, что только-только стартует этот проект в рамках школы «Белая трость». Да, в этом году просто поступило некоторое такое предложение, и сказали, что это проблема. Нам предложили сотрудничать с Артемовской школой, что была профориентация. То есть это, что приезжали люди с определенными профессиями, которые доступны людям с ограничениями по зрению или совсем невидящим. И вот уже в рамках этого проекта предполагается три таких мероприятия, встречи, где детишкам с ограничениями по зрению, не только им, в общем-то, будут рассказываться, что это за профессия, как работают люди, в чем есть свои сложности, в чем это хорошо. Я думаю, что это очень будет интересно, и уже через какое-то время, когда они будут выпускниками, они будут четко знать, куда они хотят пойти работать, где хотят пойти обучиться, и кем они будут. Ведь действительно, если задуматься, есть достаточно много сфер, куда можно пойти человеку, пусть и с проблемами со зрениями, пусть даже, может быть, незрячему, но это никак не помешает ему делать хорошо свою работу. Например, какие вы предлагаете сегодня освоить профессии? Ну, насчет много, я не знаю, что их много, но честно, вот... Но они есть. Они, конечно, есть, да. В юридической сфере могут быть и адвокатами, и могут работать где-то на фирмах определенных. Я знаю, что вы юрист, правильно? Да, у меня юридическое образование, я работаю в юридической школе, ну, как, периодически, там, оказываю услуги юридической школы в ГУЭС, или не школы, а там клиника ее называют правильно, вот, куда обращаются люди, малоимущие, бабушки, дедушки, инвалиды, то есть там все предоставляется бесплатно, консультации, помощь, если надо, в написании каких-то заявлений, исков или что-то. Вот, кроме этого, я считаю, что вот журналистика во многом, ну, может быть, не совсем телевидение, но, по крайней мере, и радио, газеты или что-то, для человека, имеющего ограничения по зрению, это доступно вполне, потому что существуют сейчас специальные программы для компьютеров, которые озвучивают текст, и, в общем-то, человек, имеющий такие ограничения, может написать текст, работать вот так вот. Есть массажисты, конечно, это неотъемлемо, это всегда была часть, где очень много людей, имеющих ограничения, вот, ну, наверное, можно еще много, музыканты, да, туда, в общем-то, слух у нас очень обострен, мы... Развит слух, как раз, да, поэтому мы здесь тоже имеем какое-то преимущество. Я думаю, что вполне в театральной сфере тоже можно, в танцах тоже можно. Единственное, что поначалу сложновато, нас немножко по-другому надо обучать, но я не думаю, что это какое-то препятствие, просто если это наработать, то потом все пойдет как по маслу. И как раз для этого есть такие волонтеры, как Игнат, да, может быть, кто-то еще действительно захочет присоединиться, потому что мы просто из-за незнания иногда, может быть, стесняемся подойти и помочь, правда ведь? Ну, человек не знает, как поступить, ему кажется, что он может где-то обидеть человека, а вы как раз в школе «Белая трость» учите правильному общению, и рассказываете абсолютно, да, без каких-либо секретов и тайн о том, как правильно, да, общаться, и что человек незрячий или слабовидящий, это такой же абсолютно человек, и он точно так же хочет иметь полноценную жизнь, и более того, у него для этого есть все, просто нужно нам немножечко, наверное, порой идти навстречу и делать все возможное для того, чтобы помогать вам. У нас, к сожалению, остается буквально немного времени, и мне бы хотелось, чтобы в конце вы рассказали немножечко о своих планах и о том, наверное, что сегодня мешает все-таки всецело реализовывать проект школы «Белая трость», такой, какой ее видите вы. Ну, наверное, в первую очередь, это, конечно, финансирование, так как у нас нет некоммерческой организации, мы просто социальный проект, и содержу, в общем-то, по большей части я проект на свои деньги, то есть на пенсию свою инвалидскую. Увы, государство не поддерживает просто социальные проекты, а НКО мы, ну, я не могу его открыть и полностью, ну, как бы работать в нем, потому что если я займусь бумажной работой, хотя там часть работы, которую я не могу выполнить, да, бухгалтерская работа, например, то, что в таблицах, то я не смогу организовать вот такие организационные делать вопросы, и тогда школа, в общем-то, в принципе, перестанет, наверное, работать. Ну, есть еще одна проблема, которая у нас возникла, это с открытия школы. Есть организация одна, некоммерческая, которая представляется нашим проектом, и я, наверное, хочу здесь предупредить всех, они не относятся к нашему проекту никаким образом. Вот, наш проект, это вот только мы втроем и наши волонтеры, и мы не несем просто ответственность за их действия, поэтому будьте просто внимательны, если вам интересно, что такое школа «Белая трость», кто в ней работает, вы можете найти нас в Инстаграме, в Фейсбуке, ВКонтакте, и, в общем-то, там вся информация есть, кто участники данного проекта. Ну, вот, наверное, это такие самые-самые, какие, ну, да, я с вами еще соглашусь о том, о чем мы говорили в самом начале, это нехватка, конечно, людей. Помощников, скажем так. Да, помощников, потому что бывают так вот мероприятия, и самое главное, что их чаще всего устраивают, конечно, в будничный день и в то время, когда люди работают. И мы понимаем, что многие работают, они, может, готовы помочь нам вечером, но вечером, по правилу, уже не бывает мероприятий, и нам вот такая бывает помощь нужна, чтобы мы получали информацию вовремя. Ну, мы часто бываем на различных мероприятиях, где проводят и администрации Приморского края, и города Владивостока. То есть получаем информацию оттуда и стараемся соответствовать, в общем-то, всему этому. Я очень надеюсь, что помощников станет больше и будет становиться все больше и больше. Очень надеюсь, что на самом высоком уровне будут приняты определенные меры и законы, которые позволят вам развиваться и дальше. А вам, в свою очередь, хочу сказать огромное спасибо за то, что вы делаете, и вы действительно доказываете, что вы люди с неограниченными возможностями. Спасибо вам огромное. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на Восьмом.